Всем привет! С вами Дмитрий Ишанькин. Сегодня у нас тренируйся всегда и везде. Тренируйся в голджиме. Мы в голджиме и сегодня будем тренироваться с Иваном Блэкманом. Он получил травму недавно, поэтому будем работать над ногами и прессом. Вот эту часть мы трогать не будем, да? То есть от, видимо, ударов получил небольшое повреждение. Вот, короче, мы будем тренировать ноги, потому что в К1 нужны сильные, крепкие и быстрые ноги. И крепкий пресс, да? У тебя крепкий пресс? Пробиваем? Нормально? Ну что, поехали. КОНЕЦ 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 Всем привет, меня зовут Иван Блэкман. Я являюсь ведущим на разных каналах телевидения нашего замечательного российского и являюсь чемпионом России по битбоксу 2008 года. Кроме музла, кроме музла и битбокса, я еще занимаюсь спортом, естественно. Вообще, сначала я пришел, я помню, это был 2010 год, в школу дзюдо Димы Носова. Он мне говорит, приходи в зал. Я пришел к нему в зал, мне очень понравилось, что там вообще все происходит, очень понравилась атмосфера, я начал ходить к нему. Подожди, это когда, сколько было лет назад? Это было три года назад. Субтитры сделал DimaTorzok Я родился в Москве в 80-м году, в роддоме номер 25, насколько я помню, в горы у спорта. У нас были в районе качки, которые утром были на турниках, а вечером ходили в спортзал, в качалку. У нас там была качалка в одном интернате. Что-то мне не понравилось, мне что-то с ними не понравилось, мне понравилось больше гонять в футбол. Я гонял в футбол и стоял на воротах. И что-то, чего-то, что-то как-то. Потом, в принципе, так как я не из благополучной семьи, соответственно, меня затянуло во всякие разные эксперименты. Не очень такого спортивного характера, будем так говорить. Вот, соответственно, было все там. Сигареты были, алкоголь был, еще что-то было. И вообще много всего было. Ну, я иногда могу себе позволить немного выпить, но это очень редко, потому что у меня просто уже нет времени пить. Это нужно восстанавливаться после выпитого. Но у меня нет времени, потому что у меня тренировки постоянно. Вот даже с травмами все равно нужно закачивать мышцы. Мышцы нужно все закачивать. Профессиональный бой был у меня один. Любительский было много. Но любительский я даже не считаю. Это так, спарринги с какими-то... Реванш. Реванш. Там такая очень интересная ситуация с этим реваншем. Естественно, ты знаешь, да, то, что я 8 марта прошлого года, 12-го года выходил, собственно, на ринг. Да, и мой соперник, он был уверен, что он меня отправит в нокаут. То есть это было видно, я потом пересматривал эту запись, это было видно по его вообще настрою, взгляду. Вот, но я тоже... Я не ликом щит. Я ему устроил там такое жарево, в общем, что, естественно, он 100 раз задумался. То есть я ему говорю, давай реваншем, он говорит, слушай, ну что ж, я не могу тебе отказать, потому что, типа, ну вот как-то так. Я понимаю то, что в его словах нет энтузиазма никакого, какие были в начале в самом. Вот, и, собственно говоря, ситуация сложилась таким образом, то, что за 10 дней дубой до нашего реванша, к которому мы договорились, мы с ним созваниваемся, и происходит такой разговор, алло, алло, привет, привет, слушай. Ну, я не выйду. Я говорю, причина, у меня травма. Я говорю, слушай, ну а какая травма? Я тебе не скажу. Собственно, после этого я все понял. Вот, соответственно, все. Ну и все, я для себя все понял. Для меня это реально была победа. Какая-никакая, но это победа, потому что человек просто взял и слился. Потому что я выходил на первый бой со сломанным мизинцем. То есть я за две недели до боя сломал мизинец. Сенсей, мой сенсей Макс Дедик, у которого я уже тренируюсь уже порядка полутора лет. Как раз он меня подготовил на этот поединок, и он меня со сломанным мизинцем готовил последние две недели. То есть прям я это запомнил на всю жизнь. И Макс Дедик это уникальный человек и уникальный тренер в первую очередь. Потому что в основном я встречаю тренеров такого характера. Они дают знания, которые они где-то взяли. Собственно говоря, вот они дают знания, которыми они располагают. А Макс Дедик, он абсолютно, у него абсолютно другая методика. Он подходит индивидуально к каждому человеку. Сопоставляет его плюсы, сопоставляет его минусы. Начинает закрывать минусы и начинает, естественно, приумножать и воспитывать плюсы. Это уникальный тренер и у него есть много эффективных методик. Собственно говоря, к этому бою, о котором мы говорили про 8 марта, он меня подготовил за 4 месяца. 4 месяца. То есть я к нему пришел, я даже не умел прыгать на колесе. Представать, ты же помнишь все. Ты же все, Павлич, как это все было. Как весь зал просто ржал. То есть все там качаются, смотрят на меня. Кто это? Все, я там пытаюсь что-то сделать. И я это все вижу. И все это меня, на самом деле, очень сильно заводило, потому что мне нужно было достойно выступить именно на ринге. И Макс Дедик, это потрясающий тренер именно пока один. И он очень эффективно, очень эффективно, я замечу, ставит руки и ноги. в очень короткий срок. Кроме бойцовских каких-то тренировок, естественно, я поднимаю свою функционалку следующим образом. Я бегаю. Бегаю, причем раз в неделю, но бегаю от 10 до 15 километров в зависимости от состояния. Вот. Ну и еще элементы кроссфита. Опять же, мой сенсей, Макс Дедик, он очень практикует именно в своих каких-то тренировочных процессах именно кроссфит. Он очень полезен, он очень сильно укрепляет именно и функционалку, и, соответственно, и физическую форму тоже позволяет держать в довольно крепком тонусе. Поэтому как бы кроссфит тоже, но так как я занимаюсь в Мэд Макс Файт Лаборатория, которая базируется в Рибок 4.9.5, естественно, я вижу постоянно, я вижу широкое кроссфит, я вижу эти вот сумасшедшие лица, и уже эти вот это вот все, это просто сумасшедствие крутое, которое тоже заряжает. Ты вот приходишь в зал, и ты видишь этих людей, которые просто вот они приходят отдаваться этому залу полностью в течение этих двух часов, все, то есть они просто выходят вот такие вот выжатые, но у них на лице счастье, счастье, и в глазах у них просто радость и счастье, то есть что этот день закончился не зря, что все пирожные, которые были следены за неделю, они просто сейчас просто улетели. Тренируйся всегда и везде. Тренируйся, Субтитры сделал DimaTorzok